В Ненисском округе улучшается доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Члены регионального отделения Всероссийского общества инвалидов осмотрели еще один новый пандус. Его установили в поликлинике Заполярного района в декабре 2016 года. Пандус уже функционирует, однако активисты общественной организации выявили несколько нарушений. Осмотр нового пандуса начался с проверки качества конструкции и соответствия стандартам. Он, конечно, хороший, двухуровневый, круглый, значит, все на обхват руки хорошо. Но мы видим, что он вообще не почищен, коляской здесь не подъехать, если инвалид приедет без помощи, без сопровождающего. Но и самое важное – козырек. Вот у нас зимние периоды, это где все падает, да, это может быть такое опасное, в общем-то. К слову, пандус уже пострадал из-за неудачного расположения. Когда чистили крышу поликлиники, глыба льда упала на конструкцию, теперь она неустойчива и шатается. Дальше – проверка звонка и входа в поликлинику. Звонок работает, дверь открывает работник гардероба. Но на пороге – препятствие для колясочника. Затем гости идут в туалетную комнату для особой категории пациентов. О том, что она существует, можно только догадываться. Председатель общества инвалидов настоятельно просит повесить информационный указатель. Кроме того, есть некоторые недочёты в оснащении. Здесь обязательно должна быть кнопка вызова. Он вызывает. Ну вот, зажжу в туалет, а ему сделать… Это обязательно, обязательно. Осмотрели гости и лестницу на второй этаж. По словам члена правления общественной организации, для удобства необходимо установить вторые поручни и обозначить ступени ярким цветом. Она не должна быть полностью прокрашена, а узкая такая полосочка должна быть. Или ярко-жёлтая, или белого цвета. Первая и последняя. То есть, это опять для удобства. И не только слабовидящих людей, но и всех остальных. В конце встречи начальник хозяйственного отдела поликлиники и сотрудники БДД договорились об установке дорожного знака. Без парковки для инвалидов пациентам будет сложно добраться до пандуса. В целом, активисты общественной организации положительно оценили новое сооружение. Для Ненецкого округа, где доступная среда только формируется, каждый пандус – удача. Поликлиника построила пандус на собственные средства. Это чуть больше 2 миллионов 300 тысяч рублей. В 2017 году оснастить пандусами планируют все детские сады в районе Наринмара и посёлка Искателей, а также школы номер 1, 4 и 5. Средства на эти цели выделяются из федерального бюджета. Валентина Чебичик, Леонид Шишелов, Телеканал Север.